МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы с тобой, Китай. Армянская община опубликовала видеоматериал о поддержке, оказываемой китайцам. Прокопис, Павлополус. Греческие острова будут защищены от любых попыток вторжения Турции. Турция заявила об атаке на 115 объектов сирийской армии. 24 апреля в Версальском дворце состоится мероприятие, посвященное 105-й годовщине геноцида против армян. Самая низкая температура воздуха была зафиксирована в эту ночь в Гюле, провинции Ардахан, Западной Армении. Там продолжается распространять свое влияние сибирский мороз. Температура побила рекорд, опустившись до отметки минус 40 градусов по Цельсию. Карин Эрзрум занимает второе место в Западной Армении. Там столбик термометра опустился до 35,5. Сильные морозы, длящиеся уже больше месяца, почти парализовали регион. Получив красивый участок площадью более 1 гектара в севре, на берегах Сены, пригород Парижа, Ватикан не отправляется туда с молитвенником, а для контроля над другими союзниками, для организации путча, для определения заговора своим специальным посланникам. Этот спор придется к своему логическому завершению 12 марта в суде Нантер. Этим сокровищем недвижимости долгое время успешно управляли армянская община Ильде Франс и конгрегация махитаристов Венеции. Затем отцы-махитаристы заняли часть участка, а верующие управляли армянским колледжем, землей и зданиями, включая великолепный замок XVIII века. Архиепископу чисто атмосфера ухудшилась, когда несколько лет назад возникла идея создать мемориал жертвам геноцида против армян 1915 года в этом районе. Проект был реализован Патриком Дивиджаном, представителем департамента Ход де Сени, который турки сразу восприняли как провокацию. Они были еще более расстроены тем фактом, что это было недалеко от того места, где в 1920 году был подписан Севский договор, который уничтожил Османскую империю и создал армянское государство. Для защиты католических меньшинств в Турции Папа Франциск 1 июня 2016 года дает полномочия Константинопольскому армянскому архиепископу Погосу Ливону Чекияну. Его задача состояла в том, чтобы контролировать махитаристов и урегулировать это дело. Полная статья доступна на нашем сайте. В провинции Ван Западной Армении опять запрещены все виды протестов и пресс-конференции сроком на 15 дней. Подобные мероприятия в Ване неоднократно запрещены с 21 ноября 2016 года. После попытки государственного переворота в стране 15 июля 2016 года в Ван введенные ограничения длятся уже 1076 дней. Армянская община Китая распространила в интернете видеоматериал о поддержке, оказываемой китайцам, которые борются с коронавирусом. В ролике армяне, живущие в разных уголках Китая, Гонконга и в Армении, подчеркивают, что любят Китай и уверены, что страна и народ смогут преодолеть коронавирус. Они используют фразу «жиа ю», содержащую в себе призыв поддержки. Как передает Армен Пресс, видеоматериал на своей странице в Facebook опубликовал председатель армянской общины Китая и Гонконга, председатель ассоциации финтех Гонконга Генри Арслян. Он сделал запись, сказав, что гордится тем, что снял этот трогательный ролик China для оказания поддержки армянской общины Китая китайцам в борьбе с коронавирусом. В видеоматериале говорит и сам Арслян. «Дорогие китайские друзья, надеюсь, вы знаете, что в эти тяжелые времена наши армянские общины и армяне всего мира всегда будут рядом с вами и помогут и поддержат вас», — говорит он. Китай уже несколько недель борется с коронавирусом, который распространился не только в Китае, но и в других странах мира и унес жизни людей. Греческие острова будут защищены от любых попыток вторжения Турции, об этом заявил президент Греции Прокопис Павлопулус, передает The National Herald. По его словам, это право вытекает из 51-й статьи Устава ООН, в которой оговаривается неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону в отношении угроз миру и актов агрессии. Он отметил, что Турция заявляет, что любое расширение территориальных ввод Греции будет причиной войны, поскольку Турция, заключив сделку уже с Ливией, заявила, что намерена начать добычу газа у побережья Кита. В интервью турецкой газете Юриет в воскресенье министр обороны Турции Холуси Акар отметил, что Греция разместила вооруженные силы на 16 из 23 главных восточных Эгейских островах, обвинив ее в нарушении договора об их демилитаризации. ВС Турции приступили к строительству нового пункта между деревнями Маорет-Ан-Насан и Шалах на востоке провинции. Поступили сведения о том, что турецкая артиллерия начала обстрел города Сиракиб, который несколько дней назад был взят в сирийской армии после затяжных боев с отрядами Хаят-Тахрир-Ашам. Об этом сообщает телеканал Аль-Джазира. Одновременно с этим отряды вооруженной оппозиции под прикрытием турецкой артиллерии начали широкомасштабные наступательные действия против подразделений правительственных сил на востоке провинции. Боевики объявили о начале военной операции у Сиракиба. Днем телеканал НТВ со ссылкой на Минобороны Турции сообщил о гибели шести военнослужащих Турции и ранении еще четверых в результате обстрела. Конвой армии попал под тавтаназом. В ответ армии Турция открыла огонь по позициям сирийских войск, как заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахретин Алтун. Согласно заявлению, Минобороны Турции в ответ армия нанесла удары по 115 объектам сирийской арабской армии. Со стороны Сирийского министерства не поступало никаких данных о жертвах или информации о том, что в воздушное пространство Сирийской арабской республики проникали турецкие истребители. 24 апреля в Королевском дворце Версаля состоится концерт, посвященный памяти жертв геноцида против армян. Королевский дворец станет местом, где голос армянского народа будет услышан через музыку, символизирующую ее давнюю историю. На концерте будут исполнены известные произведения Кумитаса, Хачатаряна и Арноба Баджанена. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию шоу-гэш камерный ход. Кумитаса, Хачатаряна и Арноба Баджанена. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok